Ручки, блокноты и старый чемодан на выставку. Сегодня в Кремлевском музее Пушечного двора открылась выставка под названием «Он подарил нам белые цветы». В экспозиции личные вещи и, конечно, рукописи самого издаваемого татарского писателя всех времен Абдурахмана Абсалямова. Как с помощью джазмена знаменитый прозаик читал запрещенную литературу, расскажет Маргарита Петрова. Один из главных экспонатов выставки – этот старый чемодан. С ним писатель прошел всю Вторую мировую. Был командирами наметного расчета, разведчиком, военным корреспондентом. Но главное – это, конечно, содержимое чемодана. Здесь и колонки фронтовых газет, и текучий почерк самого писателя, его военные дневники и письма. Например, Илье Эренбургу. Маститого коллегу молодой тогда прозаик уважал и все его ответы аккуратно переписывал карандашом на память. А годы спустя в его жизнь вошел уже Солженицын. Запрещенные книги писателю передавал зять, знаменитый джазмен Алексей Козлов. Выставка – это краткий экскурс в интересы Абдурахмана Абсалямова. Его отец, он был крупномосковский меховщик, он был репрессирован в 30-й ход. Мне это стало известно не так давно, эти сведения. Так же, как и биография бабушкиной семьи, ее дядя был первой мамы Харбинской мечети. Все это в советское время тщательно скрывалось. Но прорывалось в творчестве. Например, в последнем романе «Грянет гром». Кстати, был написан на этой печатной машинке. В экспозиции – театральные сумочки супруги писателя Магенур. Он привез ее в Казань после демобилизации в 1946-м. Вот и Храдиола. В доме часто звучал Чайковский и дружный с Абсалямовым Яхин, Жиганов. А пресс-папье по соседству – это подарок читателей. Автора «Белых цветов» очень любили. Я сама влюблена в этот роман была. С 14 лет мечтала быть врачом, поступала два раза в медицинский институт. Я думаю, что это очень тонкий литератор, писатель, который нам оставил такое произведение, которое, на мой взгляд, теперь уже точно будет жить веками. Свой вклад в это внес и ТНБ. Снял сериал по мотивам романа. Телезрители увидят его уже в ноябре. А пока по городам республики путешествует киноверсия. Кстати, тираж «Белых цветов» был больше 5 миллионов экземпляров. А это значит, книга была у каждого 50-го жителя страны Советов.